Здарова народ, всем отличного настроения, вы смотрите канал ChinaGuardgets и я рад поприветствовать всех ждунов, в том числе и себя, кто верит и надеется на возвращение легендарной черной акулы. Так вот, никогда такого не было и вот опять засветились подробности и новости о скором релизе мощного топового Black Shark 6 поколения. Аппарат получит флагманский чип, много памяти, киберспортивный дисплей, брутальный геймерский дизайн и адекватную цену. А знаете ребят, где я публикую секретные топовые скидки на лучшие смартфоны и электронику из Китая и местных магазинов? Правильно, в нашей группе в Telegram, так что если вы в поисках нового смартфона, но при этом нет никакого желания переплачивать, тогда милости прошу к нам в телегу. Так тут я вручную мониторию отбираю для вас лучшие предложения и цены и публикую их на страницах нашего сообщества. Тема крайне годная и максимально полезная. Все необходимые ссылочки вы всегда найдете в описании под этим видео. Да ребят, теперь просто затаим дыхание, чтобы никого и ничего не спугнуть. Так после презентации энергетиков Блэкшарка я уже ни на что не надеялся. Но в сети появились новости, что Xiaomi опять берет под крыло отбившуюся от рук сильную независимую дочку для выпуска нового короля играфонов. Все мы видели кучу снимков, видосиков с работающими прототипами шестерок. Их оказалось очень много, их даже рассылали китайским обзорчикам. Кстати в сети встречаются живые объявления с продажей реальных образцов шестерок, которые работают. Ценники конечно немного оверпрайсные, ну согласись это все таки эксклюзивчик. Но все они разумеется на старой системе JoyUI уже на 13 андроиде. Но дальше всего этого дела конечно же это дело не зашло. И дальше тишина. Блэкшарк пытались еще в смарт-часы. Хотя чего пытались, они вон их уже несколько моделей успешно наклепали. И народ пишет, что все еще вполне годно. Подозреваю, что опять же в коллабе с Xiaomi. Вот наверное посидели они, поговорили с материнской компанией и пошли по движке. В сети даже появились утечки о новой оболочке на базе HyperOS на 14 андроиде. А вот это уже годная инфа, значит разработка все таки ведется. Блин, но если так посмотреть, то оно же все практически готово. Осталось совсем немного. Главное опять же не загибать ценой, а с такой брутальной внешкой, согласитесь, продажи уж точно обеспечены. Да чего уж там четвертый шарко-холодильник неплохо таки продавался. Не, я точно куплю и тщательно протестирую. Так машинка должна быть лютой. Плюс хайп вокруг возвращения, которое сейчас близко как никогда раньше. Ну и заранее отвечая на самый популярный вопрос из комментариев, где брать, где дешевле будет, отвечаю так. Я лично могу от себя порекомендовать своих друзей из магазина Цифрус. Почему беру у них? Да потому что ну тупо выходит разительно дешевле. Не верите? Просто возьмите сами парочку известных вам позиций и сравните цены в Цифрусе с любым другим местным магазином. И думаю вы поймете, почему я так часто тарюсь техникой для обзоров именно у них. Плюс ребята всегда стараются следить за новинками, а для меня это критически важно. И привозят смартфоны, которые как продаются повсеместно, так и эксклюзивно. Реально очень интересные девайсы, которые по месту попросту ну нигде не купить. Редкие редмики, игровые пушки от Nubia и Asus, Google Pixel, OnePlus, Mixfold, Photomonstrad, Sony. Как вы знаете брал именно у них, так что могу рекомендовать на своем личном примере. Но если вам приглянется какой-нибудь смартфон и вы захотите его приобрести, не забудьте воспользоваться моим промокодом по ссылочке в описании, чтобы получить еще и дополнительный подарок. Так вы очень сильно, ребят, меня поддержите и плюс получите бонусный подарок своему будущему девайсу. Как всегда, все полезные ссылочки оставлю в описании под этим видео. Итак, сердцем новенького Black Shark 6-го поколения предсказуемо станет топовый восьмиядерный 64-битный чип от компании Qualcomm. А именно Snapdragon 8 Gen 2 с пиковой частотой до 3,2 ГГц. За график отвечает Adreno 740. Ну а что касается оперативки, то тут предсказуемо засветились от 8 до 16 ГБ. Накопитель будет на 128, 256 и 512 ГГУ. В целом, такой стандартный набор современного игрофлагмана, да и любого другого уважающего себя топа. Хотя, также после успеха компании Asus, Asus ROG Phone 6D, на топу Mediatek и Demensity 9000+, в сети также есть информация, что одна из модификаций 6-го Black Shark'а получит Demensity 9200. И вот это было бы крайне интересно потестировать. Так, Mediatek в последнее время радует стабильностью своих камней, экономичностью и крайне высокой производительностью при относительно низких температурах. В общем, я хочу, чтобы шарки выпустили игровой топчик и на чипе от компании Mediatek. Питает всё это дело, опять же, по утечкам такая же баночка, как на Redmi K60, а именно аккумулятор с приличной ёмкостью на 5500 мАч. Это просто идеально. Также числится и быстрая зарядка на 120 Вт. Да, тут без рекордов, но согласитесь, 120 это тоже вполне прилично. По экрану расклад такой, есть и две утечки. В первой говорится об экране, как у K60, напомню, это 120 Гц матрица с большим разрешением, чуть больше, чем в Full HD+, это пагубно скажется на производительности. И второй вариант нового экрана на 165 Гц, сдиагоналивавший в 6,7 дюйма, тоже AMOLED, благо Full HD+. Вот этот вариант был бы просто пушкой, прям то, что доктор прописал для идеальной игровой машинки, кто за, прожимаем большие пальцы вверх. На обоих вариантах фронталка по-прежнему находится в дисплее. Немного печально, но в принципе не катастрофа. Сама фронталка тут ожидаема от компании Sony на 20 мегапикселей. Что ж до основной, то в ней числятся три сенсора, главный на 50 мегапикселей от компании Sony, возможно старый добрый Sony MX766, далее идёт ширик на 8 и макро на 2. Во втором варианте говорится, что оставят сенсор на 108 мегапикселей. В целом, думаю, камеры будут просто норм, но не более того. К дополнительным особенностям новинки могу отнести опять же свежую JoyUI 14 или даже 15 версии на базе опять же HyperOS, или быть может HyperJoy, там как-нибудь по-другому её назовут, и конечно же она будет уже на 14 андроиде. Также девайс получит крутые стереодинамики, не исключают защиту от пыли, разъём 3,5 мм для наушников и опять же обновлённые магнитные физические триггеры. Что ж, до ценников, то сейчас фигурируют такие цифры. За базу 8128 производитель запросит от 499 долларов, что при лучшем раскладе по характеристикам будет весьма адекватным предложением. Да и в целом, новиночка ожидается, быть может, ну не революционная, но действительно интересная, особенно если подсуетят экран на 165 Гц, было бы круто. На этом всё, всем огромнейшее, ребят, спасибо за внимание и поддержку, видеолайков, подписок и одобряющих комментариев, всем удачных покупок, годных гаджетов и до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»